МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его личность устанавливают полицейские. В госавтоинспекции рассказали, что никто в машине не был пристегнут ремнями безопасности. Также известно, что на отечественном авто установлены шины не по сезону. На трех колесах зимние, на одном – летние. Новый вид мошенничества? Красноярец снял на телефон странного человека, который представился прокурором и обвинил его в распространении закладок. Но автор видео предложил вызвать полицию, после чего лжесотрудник спортивной одежды тут же решил скрыться через кусты и деревья. Ну, давай, давай. Лицо покажи. Слышь, слышь ты. Лицо покажи сюда. Шакал. О, черт. Лжепрокурор оказался в хорошей форме, смог убежать. Это произошло в лесу, недалеко от кампуса СФУ, на проспекте Свободный. Красноярец гулял, когда к нему подошел мужчина и даже показал прокурорское удостоверение. А после заявил, что нужно решать вопрос, видимо, за деньги. И дальше произошло то, что попало на видео. В полиции рассказали, что автор ролика написал заявление. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего. Потрясающую прыть с похмелья проявил 18-летний парень, которого повторно поймали пьяным за рулем. Он не остановил авто по требованию патруля, почуявшего неладное, и попытался уехать. А после вместе с товарищем выскочил из машины и перемахнул через забор. Но скрыться не удалось. Алкотестер показал почти 0,9 промилле при норме в 6 раз ниже. Два года назад парня уже ловили пьяным на мопеде. Теперь у него новые проблемы. Незарегистрированная должным образом машина, нет осага, тонированные стюнки. Несмотря на возбужденное уголовное дело, у парня здоровые планы на жизнь. Дети чаще попадают в беду по средам и субботам после 16.00. Такую закономерность вывели полицейские, подбивая статистику за январь-март. Судя по их выводам, главные жертвы происшествий – ребятишки 11-13 лет, которых совсем недавно начали отпускать на прогулку без взрослых. Чтобы напомнить о правилах безопасности летом, когда у молодежи появляется еще больше самостоятельности, полицейские вышли с воздушными шарами и памятками в центр города. Главное беспокойство – дети стали в полтора раза чаще попадать в ДТП из-за того, что не смотрят по сторонам. Речь об электросамокатах и велосипедах. Кстати, родители, напротив, стали ответственнее. Случаев с непристегнутыми в машинах детьми стало гораздо меньше. На сегодняшний день, также, ну уже первого числа, у нас до 16 лет три погибших на дорогах. Поэтому еще раз обращаю внимание взрослых, что необходимо уделять внимание воспитанию детей, в частности, привитию культуры поведения на дорогах, изучение правил дорожного движения. Еще одна летняя беда – дети падают из окон и тонут. Сейчас погода ни купанием, ни открытым балконом не способствует, но статистика прошлого года крайне печальная. 21 ребенка вытащили бездыханными из воды, еще двое погибли в детских бассейнах. Полицейские специально озвучивают эти страшные цифры, чтобы родители задумались, и это лето прошло максимально безопасно для ребятишек. Кстати, обращаются и к горожанам. Если увидели малыша в окне, срочно звоните в полицию и МЧС, вы можете спасти жизнь. И задумайтесь над досугом своего ребенка. Проще всего на лето его пристроить в оздоровительный лагерь. Родителям нужно в первую очередь понимать, что москитные сетки не являются преградой. Необходимо на окна устанавливать запорное устройство, либо съемные ручки. Но и вообще нужно следить за своими детьми, не оставлять их ни в коем случае одни без присмотра. Путается в показаниях и не может вспомнить важные даты. Сегодня на очередном заседании по делу Глескова допросили нового свидетеля. Им стал Дмитрий Голованов, председатель Союза журналистов Красноярского края. Ему приходилось брать долгие паузы, прежде чем вспомнить, а были ли материалы, в которых Глесков критиковал Крайдео. Речь шла о конкретном периоде до 2016 года. Именно в это время фирма Голованова оказывала Крайдео информационное сопровождение, писала и публиковала материалы про дорожников. На суде мужчина заверил, это было необходимо для поднятия престижа профессии. А вот в показаниях, которые он давал еще зимой, причина сотрудничества была другая. Чтобы освежить память свидетеля, пришлось зачитать материалы дела. Заключение Глескова было обусловлено тем, что в 2014 году депутат Глесков негативно высказывался в средствах массовой информации в адресе ДПК и его руководство. Они не подтвердили. Не говорили. Ну, подписал я, да? Ну, я не помню, наверное, что-то и не... Какие еще несостыковки заметили в показаниях свидетели, и как критика Глескова могла быть связана с работой экс-губернатора Толоконского? Расскажем уже в следующем выпуске новостей в 18.00. Жители улицы Калинина пересобачились из-за стаи бродячих псов, которые живут прямо во дворе. Огромные животные лежат в клумбах и на детской площадке и доставляют дискомфорт людям. Говорят, были случаи, когда они бросались на детей. Правда, никого не покусали. На место уже приезжали специалисты ветеринарного надзора и сотрудники отлова, но оставили псов на месте. Эта ситуация у нас очень острая. Я люблю всяких животных, собак, кошек, но не в нашем дворе, потому что эти собаки лежат везде. На клумбах, возле машин, где им вздумается, на дороге. Ладно бы они никому не мешали. Если мимо собаки пройти и, ну, как-то, я не знаю, или крикнуть, или что-нибудь громко сказать, эта собака начнет сразу лаять, что-то, ну, как-то пугать. На защиту собак встали несколько соседей, но с такими аргументами, которым сложно что-то противопоставить. Каким документом они размахивают и почему отловщики бессильны? Ответ узнаете уже в 19.30. Целый день кататься зайцем и не бояться штрафов. Такую возможность всем красноярцам дарят городские власти. Правда, всего на один день и только на электробусах. Завтра состоится День охраны окружающей среды. Экологический праздник, который отмечают во всем мире. В честь этого весь день электробусы будут бесплатно возить всех красноярцев по обычному пути. Напомним, экологичный транспорт запустили в феврале и ходит он по маршруту номер один. От Северного до Тихих Зор через Октябрьский мост. Так что, если ваш путь лежит через Шумятского, Мичурина, Красрап и Матросова, не упустите возможность бесплатно прокатиться на электробусе. Видеонаблюдение за ремонтом сквера Каменный городок усилят. Там появятся дополнительные камеры. Власти района опасаются вандалов, которые последнее время норовят изрисовать любую свободную поверхность в городе. На это жалуются и люди, живущие рядом с Каменным городком. Уже совсем скоро вот на этом месте появится сцена Ракушка. По праздникам на ней будут устраивать концерты. А в обычные дни здесь будет приятно позаниматься гимнастикой и йогой. Рядом разобьют красивую лужайку, а на детской площадке появится современный игровой комплекс. Сегодня подрядчик сообщил, работы идут строго в графике. Окончание их в середине августа. У нас тут никакого, как сказать, видео-видео будет, чтобы... Или охраны... Вот из того, что я увидел, вон у вас камера висит, видите? Нет, да. Это безопасный город. Это безопасный город, система видеонаблюдения. Потому что у нас очень ребятишек, но по которым мы страдаем сильно. По системе видеонаблюдения определились, будут установлены дополнительные камеры, которые будут подключены к системе безопасный город, Ну и будут фиксировать все правонарушения, которые здесь, возможно, произойдут. Очень важно, когда жители сами погружаются, приходят с детьми, приходит сюда старшее поколение, и каждый дает свои оценки. А это уже сквер пограничников в Зеленой Роще. Здесь работы идут с опережением графика на две недели. Строители установили бордюры и отсыпали часть пешеходных дорожек песком. Сегодня его утрамбовали с помощью катка. Активное участие в разработке проекта этого сквера принимали инициативные жители района. Кто, если не они, знают, что именно хочется им видеть рядом со своим домом? У нас самая интересная инсталляция будет. Это так называемые письма с границей. Это металлические пластины с вырезанными буквами. Вот именно письма, да. И ночью они будут подсвечиваться, и отражение от этих букв будет падать на брусчатку. То есть их можно будет прямо прочитать. Вот такого не делал еще никто, и я думаю, это будет прямо фишка нашего сквера.